Сегодня мы поговорим о гендерном неравенстве в России. В последнее время эта тема поднимается в медиасфере все чаще. Даже многие крупные блогеры и журналисты снимают об этой проблеме настоящие документальные фильмы. Ну а ни для одного образованного и уважающего себя пользователя интернета не секрет, что, например, известный блогер Илья Александрович Варламов является специалистом абсолютно в любой области. Об этом говорит заметный в каждом его ролике серьезный подход, подкрепляемый убедительной доказательной базой и подробной аналитикой. Исключением не стала и такая спорная и популярная нынче тема, как гендерное неравенство. Угнетение женщин во всех отраслях жизни, исчезновение мужественности, изменение стереотипов и многое другое. Разумеется, у Ильи Александровича и на этот счет есть профессиональное мнение. Варламов ведь все-таки образованный человек, этого у него не отнять. Закончил архитектурный на секундочку. А уж о его друге Максиме Катце я вообще молчу, он даже школу не закончил. Но по уровню образования он тем не менее Илье не уступает. А вообще все образованные люди уже давно знают, что Максим Катц всегда абсолютно в любой теме прав и доказательной базы ему не требуется. Я называю это закон Катца. Можете записать. Да и кому, если не этим замечательным господам разбираться в вопросах гендерного неравенства? Разобрались они, к счастью, основательно. У обоих вышли ролики на тему феминизма и маскулинности. Хочу добавить, что моя цель изучить заданную тему и как можно подробней в ней разобраться, а не каким-либо образом подловить или обвинить Варламова и Катца. Их видео мы возьмем лишь в качестве наиболее наглядных примеров основных аргументов феминистически настроенных граждан. Ведь, как оказалось, два этих джентльмена с некоторых пор являются прямо-таки рупорами феминизма. Почему я сказал именно с некоторых пор? Давайте взглянем на замечательный пост Ильи Александровича из его живого журнала за 2015 год. Путешествуя по странам, победившего феминизма по Европе или США, вы наверняка замечали, что с женщинами там что-то не так. Они там просто непривлекательны. В чем же дело? До такого состояния их довели 50 лет феминизма, который на Западе принял уже особо уродливые формы. А вот его мнение по поводу феминитивов. В самом же видео он заявляет, что пересмотрел свои взгляды. Что же его сподвигло на это? Может быть действительно существуют какие-то серьезные веские доводы, о которых я даже не подозревал? Давайте разбираться. Начнем с выпусков Варламова, а по мере разбора будем сопоставлять их с видео его друга для того, чтобы заметить их удивительную схожесть. О причинах же этой схожести мы поговорим позже. У меня аудитория преимущественно мужская. Меня смотрят мужчины примерно такого же возраста, как и я. Аудитория у меня в основном мужская, поэтому этот детонатор мне, наверное, нажимать не стоило бы. Как видите, первым делом оба наших сегодняшних героя по абсолютно одинаковой схеме используют ампула доброго парня, чтобы сразу наладить контакт с аудиторией. Они тоже мужчины, точно такие же, как мы с вами, и ничто человеческое им не чуждо. Что ж, стратегия разумная. Долгое время я наблюдал, например, там за феминизмом, за всей этой повесткой, которая в последнее время все активнее и активнее набирает оборот, особенно в России. Я наблюдал как-то с таким, ну если не с презрением, то недоумением. Ну а что такое? Да, Илья, в этом уже приведенном мною посте как раз было заметно вот именно недоумение, но никак не презрение. За последние сто лет женщины даже в России довольно сильно продвинулись в отстаивании своих прав. Илья сказал именно даже в России, потому что если вы вдруг не знали, Россия всю свою историю была одной из самых женоненавистнических стран. Варламова просто нужно больше смотреть, глядишь и еще много нового узнаете. Что, разве женщины не могут у нас ходить в школу? Уходят в школу, у нас, к счастью, пока еще не талибан. К сожалению, я не обладаю столь острым чувством юмора, поэтому не очень понял, что смешного в этих словах. Говорить мы сегодня с вами будем про женщин, а точнее про равноправие полов. Сегодня будем говорить про дискриминацию женщин. Что не так, и как сделать мир комфортным и справедливым для всех. И как сделать наш мир, а особенно Россию, мы все-таки с вами здесь обсуждаем Россию, комфортный для всех. На этих фразах хочу акцентировать ваше внимание. К счастью, в последнее время вопрос становится все менее актуальным, потому что, к счастью, работают роботы. Не для того мы с вами, друзья, учились. Ну вот эти общеизвестные роботы-грузчики, роботы-строители, роботы-курьеры. Люди физическим трудом, как известно, действительно давно уже не занимаются. Насколько вещи, привычные нам вещи в повседневной жизни, они заточили именно под мужчин, и насколько они неудобны для женщин. И дело не только в равных правах, здесь возможностях и так далее, хотя тоже, безусловно, важно. Оказывается, даже обычный кондиционер, который висит у вас в офисе, он может быть сексистским. Вы слышали? Есть вещи поважнее каких-то там равных прав. Например, кондиционер. От кого бы вот вы еще об этом узнали? Ежегодно эксперты Всемирного экономического форума публикуют отчет о гендерном неравенстве. Global Gender Gap Report. Всемирный экономический форум ежегодно готовит доклад под названием Global Gender Gap. В этом докладе измеряется индекс гендерного равенства в разных странах. Итак, в 2021 году, согласно этому показателю, лучше всего ситуация обстоит в Исландии. А вот с этой статистикой связан один интересный момент. Конечно, выглядит все красиво. В первой пятерке прогрессивные западные страны, за чьи интересы и должен выступать господин Варламов. Но давайте не поленимся, найдем оригинал и посмотрим на остальные места в этом топе, сокрытые Ильей от взора зрителя. Что же мы тут видим? О, Намибия. И по какой-то причине Илья не стал сравнивать этот топ с прошлогодним за 2020 год из того же источника. И если мы просто взглянем и на эту статистику, то станет понятно почему. Просто ее топ-5 в связи с присутствием в нем страны Никарагуа не подходит для демонстрации успеха продвигаемых ими именно западных ценностей. Хотя справедливости ради даже Кац упомянул об этом. Правда не стал никак объяснять. Просто, ну, Никарагуа, Никарагуа. Внезапно следующая Никарагуа с гендерным разрывом в 20%. Выглядит все это как гнилая манипуляция фактами, но, разумеется, я смею надеяться на банальную невнимательность наших замечательных журналистов. Куже всего в Афганистане. В Афганистане с гендерным равенством совсем беда. Опять эти высокоинтеллектуальные шутки про талибан. Видимо, я просто не в теме. Кстати, о зарплатах. По данным Минэкономразвития в России женщинам в среднем платят на 30% меньше, чем мужчинам. Насколько меньше денег зарабатывает женщина за аналогичную с мужчиной работу при таком же уровне квалификации. Кстати, еще раз, в России, да, то есть это не где-то там, а это конкретно в России. Одна и та же должность. Женщина получает меньше, чем мужчина. То, что женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, правда. Но давайте проверим источник цифры, которую нам показывает Илья. Тем более, что он сам любезно решил назвать нам этот источник. Ссылок в описании, конечно же, никаких нет, но это, наверное, для того, чтобы аудитория Варламова сама училась искать информацию. Видите, какая забота. Так вот, по данным Минэкономразвития в 2019 году отношение зарплаты мужчин к зарплате женщин составило 27,9%. Ну, 30-28, в принципе, не так важно. Наверное, Илья посчитал правильным не углубляться в такие мелочи. Точно так же, как решил и не дочитывать эту статью до конца, из-за чего не узнал, что, например, большинство беззаработных в стране – мужчины. А в Москве разница между зарплатами мужчин и женщин составляет 11%. Странно, почему об этом не сказано в видео. Мы ведь вроде как должны были говорить о том, как сделать мир, по крайней мере, Россию удобной для всех, а не просто жаловаться на проблемы женщин. И, кстати, как думаете, есть ли вероятность, что эти 28% существуют не потому, что у нас патриархальное общество или потому, что мужчины ненавидят женщин, а потому что на это есть некие объективные причины. У мужчины чаще всего более высокооплачиваемая работа и должность, соответственно, заработок мужчины выше. Потому что большинство мужчин ориентированы на карьеру, и они тратят на ее развитие больше времени. А женщины в основном ориентированы на семью и детей, и сейчас я говорю именно о большинстве, а не об абсолютно всех. Разумеется, есть и меньшинство, тоже являющееся частью доходного графика. Меньшинство, в случае женщин, это карьеристки, которые нацелены на построение карьеры и у которых это получается. Но их все равно меньше, повторюсь. На 2019 год в РФ по статистике Росстата было 53,2% работающих женщин от 100% всех женщин. Как думаете, сколько из этих 53% находится в возрасте от 18 до 30 лет и планирует создавать семью, а значит рожать детей и продекретный отпуск? Взглянем на график, опять же, от Росстата. И здесь мы видим, что наибольшее количество женщин предпочитает работать в возрасте примерно до 20 с лишним лет, затем графика резко идет на спад и плюс-минус остается на одном уровне до 50 лет. Это означает, что часть работающих женщин после 20 перестает работать. И допустим, остались как раз те, кто не ушел в декрет, не уволился по каким-то семейным или личным причинам. Процент оставшихся работающих женщин уже стал значительно ниже, но для подобной статистики высчитывается среднее арифметическое всех женщин, включая неработающих. Кстати, любопытно, насколько схожи аргументы всех, кто разделяет позицию Варламова. Мужчины. Мы поистине занимаем доминирующее положение в этом мире. Мужчины в среднем занимают более высокооплачиваемые должности. Наш труд оценивается как более дорогостоящий. Ну это так, к слову. Давайте продолжим. Я когда был в Скандинавии, в Швеции, там общался с семьей, они говорят, у нас по очереди, у нас там несколько месяцев отец может взять декрет, потом несколько месяцев мать может уйти за уходом за ребенка. Это у нас как-то права равно распределены. Ну Илья Александрович, вы ведь в начале видео сказали, что будете обсуждать только Россию. Ну ладно, похвали, другие страны можно. Ну не Россию же хвалить, сами подумайте. Так вот, мужчины в современной России, кстати, тоже могут законно взять декрет и остаться дома, готовить еду или заниматься воспитанием детей. Правда, отношение общества к этому неоднозначно. Но если женщина имеет возможность пойти работать на завод или остаться дома и заниматься домашними делами, то скорее всего он останется дома. А у мужчины нет такого выбора, потому что с наибольшей вероятностью он будет работать один на всю семью. И вот что еще интересно. Уже в советское время не стало как такового разделения труда на мужской и женский. Активно пропагандировался образ как женщины начальника, так и женщины рабочего. Вспомним тот же служебный роман или Москва слезам не верит, который, кстати, Варламов сам в пример будет приводить. Женщине было не стыдно работать токарем или слесарем, мужчине продавцом булочек или воспитателем в детском саду. Но где сейчас вы увидите подобную пропаганду равенства труда? Да нигде. При этом ситуация сейчас не сильно изменилась, да и самих профессий стало больше. В конце концов появилась возможность стать индивидуальным предпринимателем и открыть свой бизнес. Понятно, что нынешняя прогосударственная пропаганда всеми силами пытается поставить крест на советской истории и использует для этого любые методы. Но современные феминистки, левые и правые продолжают требовать должного уважения к женщинам и к их труду. Но не совсем понятно, откуда все это возьмется, ведь в большинстве своем женщины сами выбирают, где им работать, кем работать и как работать. Женщины в своих резюме запрашивают зарплату на 10% ниже, чем мужчины. Тут достаточно забавный момент. В качестве доказательства существующей разницы оплаты за один и тот же самый труд приводит за интервью с некой работницей отдела кадров, которая заявляет, что конечно женщины получают меньшее, поскольку я как HR торгую с ними на понижение и они поддаются, а мужчины нет. Так может быть сама эта дама и является причиной этой проблемы? Давайте еще раз, Илья Александрович, вы сами демонстрируете разговор с женщиной из отдела кадров, где она рассказывает, как прогибает кандидаток на более низкую заработную плату, но в таком случае я вижу пару несостыковок. Зачем она их прогибает, если многие женщины, по словам из этого же видео, и так готовы делать ту же работу, что и мужчины, но за меньшие деньги? И зачем они вообще приглашают мужчин на собеседование, если в таком случае это просто невыгодно, им надо больше платить? Кстати, в принципе, я согласен почти со всем, что говорит эта женщина, кроме вот этого момента. Пытаясь соблюсти баланс, это даже не связано сейчас с этим модным diversity, а об этом надо говорить, что сейчас большинству компаний придется в советы директоров и в топ-менеджмент вводить большое количество женщин, просто иначе эти компании не смогут выйти ни на ПИО, ни на биржу, не смогут партнериться с крупными европейскими или там американскими компаниями. Ну да, а за совершение преступления тебе так-то в принципе ничего не будет, только осудят и в тюрьму посадят. Ну это вообще никак не связано. Вот уровень аргументации примерно такой же. Характер внутри семейных отношений в современном мире состоит в первую очередь из свободы выбора своего партнера. Ну или можно вообще никого не выбирать и жить одному, интересно насколько подобное было бы возможно в 16 или 17 веке. Но нюанс в том, что буржуазная семья может основываться не только на любви, но и на взаимовыгоде, когда денежные ресурсы одного из партнеров являются основой брака. И как раз в этом проблема современных семей из-за экономического строя. А подобное отношение друг к другу как к ресурсам и объектам, предоставляющим услуги, становится к сожалению все более массовым. Но на самом деле причина, которую они пытаются объяснить, заключается не в том, чтобы не платить декрет женщине, потому что это невыгодно, а в том, что это потеря сотрудника на несколько лет, а то и навсегда. Что ж, наверное сейчас Илья затронет действительно важные проблемы. Еще в 1990 году комиссия ООН по улучшению положения женщин рекомендовала выделять им минимум 30 процентов в парламент. Гендерные квоты — это политика, основанная на так называемой позитивной дискриминации, которая призвана исправить историческую несправедливость, связанную с многолетним гнетением женщин. Кстати, именно гендерным квотам по большей части Максим Кац и посвятил свое видео. Давайте же узнаем об этой теме подробнее. В регионах ситуация чуть лучше, если брать все краевые, областные и республиканские кабинеты министров наберется впечатляющий 25 процентов. Самым матриархальным регионом можно назвать еврейскую автономную область, в местной думе женщины составляют там целых 40 процентов. То есть даже там нет 50. А вы тоже, как и я, не знали, что 40 процентов выглядят вот так. Да, Илья, это вообще не 50, вот именно 40. А вообще не совсем понятно, почему и Илья, и Максим берут за эталон ситуацию, когда политические деятели — это мужчины и женщины 50 на 50. Почему, когда женщин среди кандидатов становится больше, это хорошо? Кто это сказал? И зачем вообще насильно проталкивать женщин в политику? Тем более, что Илья сам привел примеры, почему это не всегда хорошая идея. В политике женщин действительно заметно меньше, но тому есть причины. Американское исследование потенциальных кандидатов на выборные должности доказало, что женщины со схожими мужчинами персональными и профессиональными характеристиками имеют меньше политических амбиций. Да, это происходит и из-за недостатка поддержки со стороны родителей и учителей, и из-за небольшого опыта конкурентной борьбы. И кроме того, у многих присутствует в принципе нелюбовь к конкуренции и, соответственно, отсутствие интереса к предвыборным гонкам. Также не стоит забывать о семейных ценностях. Вероятность развода для женщины повышается, если она занимает политическую должность. Тогда как мужчинам такая опасность не грозит, и многих женщин это останавливает. Ну хорошо, давайте проигнорируем эти тезисы и просто порассуждаем. Вот человек, тот же Максим Кац, уступает за равноправие. Логично, что, по его мнению, заслуги человека не зависят ни от его пола, ни от возраста, ни от чего-либо еще. Тем более, что все та же женщина из видео Варламова, по сути, об этом и говорит. Но, если дальше человек начинает показывать, что он действительно крутой профи, то дальше, в общем, компания очень часто раскрывается к женщинам. Но тогда идея этих квот не очень понятна. А давайте-ка забронируем какое-то количество политических мест в парламенте и в других структурах для представительности прекрасного пола. Разве это, наоборот, не обижает дам? Потому что женщины и мужчины хоть и созданы разными, но качества у них могут быть подходящими и не подходящими для любого рода деятельности. Есть женщины, склонные к политике, есть мужчины, не склонные к ней. Да, мужчин в данной теме больше, как мы видим, но все равно довольно странно кого-то не пускать или, наоборот, продвигать в какую-то сферу, исходя из его пола. И включите новый кондиционер. Там, скорее всего, будет выставлена температура 24 градуса. Эта температура считается оптимальной для человека. Но проблема в том, что все исследования проводились на мужчина. Скорость женского метаболизма на 35 процентов ниже скорости мужского. То есть, при общепринятой комфортной температуре женщины чаще всего мерзнут. Что ж, здесь сразу виден высокий уровень аргументации. Очевидно, Илья Александрович решил зайти с козырей. Но я все же осмелюсь оспорить этот аргумент. Возникает вопрос. Если низкая температура в помещениях для женщин некомфортна и это угнетение со стороны мужчин, то будет ли более высокая температура в помещениях угнетением уже со стороны женщин. И вообще ужасно, что маскулинные угнетатели, создавшие кондиционер, не додумались внести в него функцию регулировки температуры. Ну серьезно, Илья Александрович, вы же вроде уважаемый человек. Объясняете своей аудитории о мироустройстве, о все политических вопросах, во всем разбираетесь. Что это вообще за уровень аргументации? Может быть вам и всем остальным, кто использует аргумент про кондиционер, я не знаю, разобраться как он вообще устроен. Или посмотреть серию фиксиков на эту тему. Кондиционер. Небольшой городок и там сначала чистят тротуары, а потом проезжую часть. Но постой ли, а причем есть вообще женщины? Как это так? Зачем сначала чистить тротуар, а потом проезжую часть? Дело в том, что во всем мире мужчины чаще пользуются автомобилями, а женщины ходят пешком или ездят на общественном транспорте. Но это конечно тоже сильный аргумент, если конечно не брать в расчет пару незначительных деталей. Во-первых, сколько раз в жизни вы видели в городе женщину с лопатой или за рулем снегоуборочной техники? Думаю, что примерно ноль. Но если таковы и есть, то я уверен, они начинают убирать снег на тротуарах. Им будет все равно до того, что именно по дорогам ездят государственные службы, которым часто необходимо спешить. И это никак не связано с угнетением женщин. Расчистить дорогу приоритетнее, чем тротуар, не потому что среди водителей больше мужчин. Но даже если отойти от логики, то можно выяснить, что улицы, тротуары и дворы убирают по определенным нормам и ответственны за уборку разной организации. Проще говоря, за уборку снега отвечает собственник территории, поэтому и бывает, что в одном районе снег расчищен, а в другом нет. Про пианино вообще удивительный довод. Я в интернете нигде ничего о нем не нашел. Везде упоминается только феминистский фильм пианино. Ни слова о самой проблеме и ни одной жалобы на размер инструмента. В 19 веке в состоятельных семьях муницировали примерно две девушки из трех, и в основном это было пианино. И все было хорошо. А делить по такой логике на мужское и женское можно вообще все. Давайте сделаем женскую лопату, женский пульт для телевизора, женский феминизм, я не знаю. В России, кстати, вопрос туалетов вроде бы учли. Еще в 70-х годах посчитали, сколько должно быть унитазов для мужчин и женщин в общественных местах. Вроде бы даже в такой деликатной теме, как туалеты, Варламов сказал все правильно. Но один вопрос у меня все же есть. То же самое отсутствие туалета. Вот скажешь, ну, как говорится, отсутствие туалета, не отсутствие туалета. Так вот, в случае отсутствия туалета мужчина ее даже часто не замечает. Почему? Потому что мужчина ходит кустрю, ходит по ветру. Любое, вот, ну, большинство моих зрителей, они знают, что если вам в городе приспичилось ходить в туалет, это не будет какой-то для вас проблемой. Можно отойти за дерево, можно отойти за гараж. Ну и в конце концов, там писающий на улице мужчина, даже если кто-то заметит, особо, ну, никого не смутит. Илья, ты в центре Питера или Москвы? За какой угол ты сходишь поссать, мне интересно? Зайдешь какую-нибудь забегаловку? Так и женщины могут это сделать. Да и вообще, с каких пор борьцы за феминизм вместо жалоб на отказ в доступе к образованию, на ущемление прав, жалуются на не имеющую отношения к угнетению физиологии и на температуру кондиционеров? Неужели Илье самому не было смешно озвучивать все эти тезисы? В 2019 году Всемирный банк объявил, что гендерного равенства достигли в шести странах мира. Бельгии, Дании, Франции, Латвии, Люксембурге и Швеции. Хм, а давайте ради интереса найдем, например, Люксембург в таблице от Global Gender Gap, которую Илья приводил в начале видео. Ого, а здесь он на 55-м месте. Как тогда вообще мы можем доверять всем этим исследованиям, если они даже друг другу противоречат? А в России в этом году женщинам официально разрешили водить грузовики и поезда метро и даже быть капитаном дальнего плавания. Правда, называть себя капитанкой официально пока еще нельзя. Да, Варламова как главного любителя феминитивов этот факт, наверное, очень расстроил. И вообще, почему такое пренебрежение в голосе-то? Это ведь вроде как хоть и небольшой, но шаг России к тому, к чему вы призываете, Илья Александрович. Но это почему-то тоже плохо. Я осветил, конечно, далеко не все проблемы. Я осветил далеко не все проблемы, это просто несколько примеров. То есть озвучил Илья, наверное, самые важные проблемы. Но тогда мне, честно говоря, страшно представить, какие еще проблемы, по его мнению, существуют. Что ж, предлагаю ненадолго отвлечься. Наверное, вам, уважаемый зритель, уже давно закрался в голову вопрос, а какая вообще связь между урбанистикой, архитектурой и феминизмом? И вопрос этот вполне справедлив, ведь связи действительно абсолютно никакой. Только если эти видео не являются заказными. Кто их мог заказать? Ну, например, авторские медиа, эксклюзивный селлер рекламы у блогеров. А если точнее, один из руководителей этой компании, Екатерина Патюлина, по совместительству жена Максима Катца. Да, Максим, помимо прочих своих достоинств, является еще и примерным семьянином. Именно авторские медиа и являются партнерской сетью, подбирающей рекламодателей для Варламова и Катца. И стоит признать, госпожа Патюлина знает в этом толк, ведь за ее спиной огромный опыт. До 2013 года она работала в мэрской компании Алексея Навального, где занималась интернет-проектами и, по словам Ильи Варламова, приложила немало усилий, чтобы Навальный получил такой высокий процент на выборов. У нас понятная горизонтальная и отлаженная структура без бюрократии, удобная для создания проектов, которыми можно гордиться. Если конкретнее, то гордиться Екатерине действительно есть чем, ведь именно она помогла в продвижении таким, не побоюсь этого слова, великим ютуб-деятелям, как Мамикс, Сталин Гулаг и Саша Митрошина. И она же сделала популярными и дорогостоящими каналы наших знакомых светочей здравого смысла Максима и Ильи. Но вернемся к основной теме. Помните, в начале этого выпуска я показал вам достаточно антифеминистический пост Варламова. Так вот, через какое-то время он написал пост с извинениями. «Должен признать, после моего поста про сексизм на меня оказывается серьезное психологическое давление. Дело в том, что я работаю в женском коллективе. В офисе 90% женщин, и эти женщины считают, что я не прав. Вы меня поймите правильно, но женщине я отказать не могу. Сегодня я даю трибуну Кате Потюлиной, коммерческому директору этого блога». Далее идет замечательный текст Потюлиной. «Я хочу жить в обществе, в котором от женщин не ждут по умолчанию, что она не станет высовываться и сразу откажется от своего пути, чтобы мужчине рядом было как-то поудобнее. Я хочу жить в мире, в котором женщины и мужчины свободны быть теми, кем они являются, а не теми, кем их обязывает быть гендерный стереотип». Екатерина, кстати, появляется и в самом видео о феминизме. «Они говорят о какой-то придуманной имя картинке феминизма, о том, как они себе ее видят, и они говорят о том образе, которому им самим, возможно, не хотелось бы соответствовать. Вот, скажем так, при этом они не разбираются ни в причинах, ни в культурных нормах». Поняли? Если вы против феминизма, значит, просто не разбирайтесь в вопросе, другого мнения тут ведь не может быть, так что идите учить им отчасть. Что ж, взгляды потюленные теперь нам стали ясны. Ну и почему бы ей не использовать свои ресурсы и не протолкнуть эти свои взгляды, кстати, полностью соответствующие западной повесточке, через своих личных ручных властителей дум? И я не сильно сомневаюсь, что и Кац, и Варламов легко на это согласились. В их случае, исполнение всех указов директора вполне вероятно, ведь их предпринимательский потенциал виден невооруженным взглядом. Максим продает даже превью своих роликов, как картины за достаточно большие деньги, а Варламов продает вообще все, от свитеров и собственной книги до новогодних елок. Рекламировать, впрочем, он тоже готов что угодно, в его интеграциях появлялись даже канал Дмитрия Портнягина и средства для мастурбации. И, кстати, сложно сказать, что из этого за шкварния. Но, разумеется, я ни в коем случае его не осуждаю. Зарабатывать и выбирать для этого удобные законные способы – это их право. Я лишь хочу сказать, что вряд ли эти люди отказались бы рекламировать что-либо из-за каких-то собственных принципов. В связи с этим возникает версия, что Илья, как истинный представитель касты интеллектуалов, решил переиграть собственных рекламодателей и устроил что-то вроде итальянской забастовки, когда работа выполняется по всем требованиям и правилам, но демонстративно небрежно, до такой степени, что от этой работы становится больше вреда, чем пользы. Серьезно, мне кажется, нельзя снять видео, еще больше сподвигающее бороться с феминизмом, чем выпуск Варламова о феминизме. Возможно, именно это и объясняет абсурдность и глупость приводимых Ильей Максимом аргументов. Во всяком случае, я хочу в это верить. Кстати, помимо друга и подруги Ильи, таких же взглядов придерживается и его жена – любовь Варламова. Об этом свидетельствуют ее ответы на интервью, тоже неподкрепляемые доказательные базы и не особо соответствующие действительности. Интересная, конечно, статистика. Большое спасибо, кстати, за указание конкретного достоверного источника. Но вот мне известна пугающая статистика разводов, инициаторами которых в большинстве случаев являются женщины. Не скрывается также информация, что после разводов мужчины вынуждены платить алименты. Тебе вроде бы по закону он должен 50% заработанного с тобой в браке перечислить, но этого не делают. Мужчины начинают прятать деньги, мужчины начинают наказывать женщину. Ну да, разумеется. Только вот мужчине за невыполнение обязательств перед бывшей семьей может наступить уголовная ответственность, а женщина не несет никакой уголовной или другой реальной ответственности за невыполнение обязательств перед отцом своих детей. А если мужчина исправно выплачивает алименты, права контролировать расход отчисляемых на детей средств у него нет. А женщина имеет возможность тратить деньги по своему усмотрению. Хотя ясное дело, что зачастую женщина уходит от мужа и забирает детей именно по его вине, никто с этим и не спорит. Просто вы знаете хотя бы одну женщину, выплачивающую алименты. Хотя справедливости ради, любовь честно говорит о лицемерности собственных взглядов. Обычно меня называют русская феминистка. То есть я всегда буду выступать за независимость и равенство женщины, но в случае чего, когда... В общем, феминистка, когда тебе выгодно. Так вот они, значит, какие. Жены истинных борцов за равные права. Удобная позиция, конечно. Можно иметь мужа, который всех учит, как и что нужно делать. Например, класть плитку. Плитка, подъезды, в общем, все пошло в ***, благоустройство, все, что там сделали. Когда дело касается стройки, важно соблюдать технологии. Важно соблюдать определенные процессы. А строительство, это такой процесс, да, где если ты нарушаешь технологию, у тебя потом все идет по ***. Собянинская знаменитая легендарная супердорогая плитка вся... Хотел сказать, подбирать цензурные слова. В общем, она вся пошла куда-то не туда. А потом самой сделать в родном городе площадь, разваливающаяся плиткой. Но муж все равно выпустит о твоем творении хвалебный ролик. У жителей теперь есть отличное место, где можно проводить митинги, где можно собираться на ровной плитке. Это было сделано за 5 месяцев. 5 месяцев. Надо сказать, что здесь осуществлялся жесткий контроль за всем. Все выглядит очень прилично. Как мы видим, и с качеством работ все в порядке. И я считаю, что это в первую очередь связано с тем, что у нас как раз в обществе перекос мужчины. У нас женщине очень тяжело самой выжить. Кстати, в начале видео о феминизме Варламов произнес еще вот такую фразу. Потом я начал общаться с разными женщинами, потом я начал читать различные книги. Какие книги он прочитал, нам, конечно, так и не расскажут. Ну, оно и понятно. Интеллектуальный уровень, наверное, совершенно иной. Не для нас с вами. Но осмелюсь предположить, что под некоторыми женщинами Илья имеет в виду и свою жену, взгляды которой, возможно, тоже в некоторой степени повлияли на его позицию. А позиция его, напомню, еще несколько лет назад была кардинально противоположной. Главное, что мы должны понять, все окружение Варламова с определенных пор яростно борется за некие права женщин, гендерные квоты и тому подобное. За мужские права бороться, очевидно, не нужно. Им и так дозволено слишком много. Это по-сексистски, но... Допустим. Не сложно вспомнить множество известных случаев из истории, когда прав у мужчин становилось все больше, а у женщин наоборот. Например, у нас женщин-преступников запретили пороть в тюрьмах в 1893 году, а мужчины-преступники продолжали наслаждаться поркой до 1917 года. А в старой доброй человеколюбимой Англии вообще до 50-х. Или вот правление императрицы Елизаветы. Она почему-то сохраняет клеймление и вырывание ноздрей только для мужчин, а женщин она лишила данных привилегий в 1757. Мужчины же проживут с этой возможностью еще целый век. Или взять средние века, когда царила страшнейшая дискриминация женщин. По странному стечению обстоятельств тогда же существовали наказания, которые применялись лишь к преступникам-мужчинам, но никогда не применялись к женщинам, например, к лесованию. Слова феминисток о том, что инквизиция это институт, созданный исключительно мужчинами, тоже лживы. В частности, испанскую инквизицию в 1478-м создали Фердинанд и Изабелла. То же самое касательно и смертной казни, которую в некоторых странах отменили сперва для женщин, а только потом для мужчин. А в некоторых странах она до сих пор актуальна именно для мужчин. В принципе, разный срок, назначаемый мужчинам и женщинам за одинаковые преступления. Наверняка после сказанного многие сразу же запишут меня в сторонники мужского движения, начавшие не так давно набирать популярность в интернете, но спешу вас разочаровать. В свое время я действительно достаточно внимательно следил за этим движением, но с течением времени стало ясно, что организация это возможно еще более опасно, чем феминизм, ибо за внешней адекватностью и даже некой элитарностью скрывается такая русофобия и ненависть ко всему живому, которые в Орламову даже и не снились. И оперируя якобы достоверными фактами и данными, это движение на самом деле только и делает, что борется за разрушение института семьи. К тому же соглашусь, что, возможно, приведенные мной эпизоды из истории, это пережитки прошлого, которые нет смысла вспоминать, а сейчас у нас появились новые, не менее серьезные проблемы. Давайте же узнаем о них из видео Илья Александровича, повествующего уже о проблемах современных мужчин. Сразу видна объективность человека, не забывает ни о ком и учитывает все аспекты проблемы. Немного забегу вперед и скажу, что ролики о мужчинах у господина Орламова и господина Катса достаточно сильно различаются. Сначала Орламов рассуждает о различных стереотипах о мужчинах. Нас самого детства загоняют в какие-то рамки, где мы должны играть роль защитников или добытчиков. Маскулинность – это особенности поведения, личностные качества, которые отличают мужчину от женщины. Обратите внимание на внедренный Ильей термин «маскулинность» вместо привычной нам «мужественности». Подобные заимствованные слова «амебы», иначе их не назвать, нужны для создания видимости научности. Ведь когда говоришь «эмбарго» вместо «блокады» и «маскулинность» вместо «мужественности», твои банальные мысли сразу же как будто подкрепляются авторитетом науки, а зачастую могут иметь совершенно другую эмоциональную окраску. Слова «амебы» очень красноречивы и сокращают собой огромное поле смыслов и синонимов до одного знаменателя. Слово «маскулинность», например, по идее подразумевает под собой много чего, но в итоге ни с чем хорошим не ассоциируется. Применение таких терминов, как мы видим, помогает любому медийному лицу зарабатывать авторитет и позволяет даже не заниматься такой ерундой, как подтверждение своим словам, ссылки на источники и тому подобное. Совершенно неважно. Главное, побольше цифр, побольше каких-то цитат, документов, еще чего-то, потому что зрители проверять не будут. Подтянутый, ухоженный. Зарабатывать хорошо, чтобы содержать семью. Классический, без каблуков, так сказать. Здорового, крепкого, уверенного в себе. Вот это настоящий мужчина. Здесь, как мы видим, применяется общеизвестный, объективнейший прием – опрос на улице. Самое большое чувство гордости у меня вызывает слово «пошли бы вы все нахуй». Хотя самое забавное, что опрашиваемые люди-то в основном говорят нормальные вещи, несмотря на то, что Варламов, как я понял, хотел показать на их примере устоявшиеся в обществе негативные стереотипы. Приведу вам простой пример. Недавно организация «Ветераны России» предложила отправить видеоблогера Даню Милохина в армию, чтобы там его исправили. У меня есть информация, что вы отлыниваете от службы воинской. В этот раз Илья, кажется, не вытерпел и начал вкидывать фейки прямо на самых первых минутах видео. Описанная ситуация была пранком, даже на тиктокерском канале есть видео об этом. Ни от кого это, собственно, и не скрывалось, кроме Варламова, видимо. Но какая разница? Главное, что союз ветеранов и их архаичные стереотипы можно критиковать. А у подростков появляются новые кумиры, которые не попадают под понятие крутого матча. Ну тот же Тимоти Шаламе, Эдди Редмейн. Илья, это не сам актер, а герой, которого он играет в фильме. Точнее, героиня, как в данном случае. Как можно по исполняемому персонажу делать выводы об образе самого актера? Или ты думаешь, что он и в жизни так же выглядит? Тогда спешу тебя разочаровать. А у Хвирджекмана на самом деле нет когтей, кстати. Он человек. Но, скорее всего, именно это изображение актера было выбрано либо, чтобы придать больше убедительности словам Ильи, либо потому, что, ну, просто было лень искать фотографию и взяли первую попавшуюся. Ну, как бы профессиональная журналистика, что вы хотели-то? А по поводу слов Ильи о том, что молодежи начали только сейчас якобы нравятся не только накачанные бруталы, но и просто симпатичные мальчики. Ну да, Илья, конечно, не было там Роберта Паттисона, который всем нравился со времен Ордена Феникса. Не было в середине прошлого века Тони Кертиса, который в джазе только девушки снимался, переодевался там в девушку. И вряд ли Илья всего этого не знает. Скорее всего, он просто не стал об этом говорить специально, потому что все эти факты не подходят под идею, которую он пытается пропагандировать в этом видео. Но не будем здесь надолго останавливаться, ведь сейчас начинается самое интересное. Оказывается, это видео тоже снято для проталкивания феминистической повестки. И нужно признать, аргументы здесь чуть более убедительны. Вот только содержание видео еще больше, чем прошлое, похоже на отработку ТЗ и возникающего в связи с этим растягивания хронометража. Деньги заплатили, а ролик нужно сделать минимум на полчаса примерно, чтобы ютубовская реклама побольше влезла. Но что же Илья здесь рекламирует, спросите вы? Моя версия заключается в том, что его попросили пропагандировать идею о необходимости активно обсуждаемого в последнее время закона о семейном бытовом насилии. Собственно, к этой проблеме и сходится все видео. Тут мы подходим к теме домашнего насилия, которую в последнее время так часто обсуждают в нашей стране. Согласно Варламову, навязанная современным мужчинам токсичная маскулинность заключается в проявлении агрессии ко всем вокруг. Понятно, что если человек долго копит в себе эмоции, то ни к чему хорошему это не приведет. Это порождает психологические проблемы, в том числе и неконтролируемую агрессию. Проблема эта бесспорно действительно важная. Сейчас у нас в стране после побоев, совершенных в семье, возбуждают административное дело. Если побои повторятся, тогда можно требовать уголовного преследования. Но срок давности по административному один год. То есть раз в год можно бить, например, жену и платить за это штраф, избегая уголовки. Вся неоднозначность данного закона состоит в том, что люди, голосующие за и против него, это люди из совершенно разных моделей мира. Консерваторы, борющиеся с принятием этого закона, считают, что семья – это закрытый институт, где существует только лишь авторитет главы семьи. Они утверждают, что трогать семью не надо и нужно просто ждать, пока насильник совершит преступление, а уже потом разбираться именно с ним. Сторонники же закона, к которым, наверное, относится Илья, считают, что семья – это союз двух партнеров, где нельзя применять насилие никакого рода, и говорят, что готовы предотвратить насилие, вводя подобные законы, чтобы помочь в том числе и потенциальному агрессору. Чтобы подтвердить свои слова, Илья Александрович даже сослался на статистику, собранную «Медузой». В 2020 году «Медуза» составила статистику домашнего насилия, в основу которой легли достоверные данные МВД, опросы и исследования разных организаций. Но данные этой статистики приведены весьма выборочно. Например, указано, сколько женщин пострадали от домашнего насилия, но не указано, сколько мужчин. Не указано также, кто обычно выступает инициатором конфликта. Да и вообще «Медуза» — это, конечно, великолепнейший источник, но, скажем прямо, не самый авторитетный. Еще Варламов как будто бы не забывает проблему патриархальных стереотипов, которые вредят и мужчинам. Но в таком случае остается неясным, почему он не сказал, что в случае насилия по отношению к мужчине, полиция может просто поднять его на смех. Да и общество, если узнает об этом, едва ли проявит к нему сочувствие. Но еще более спорно, эту тему делает тот факт, что в российских СМИ и других источниках присутствуют принципиально разные оценки числа женщин, убитых в семейно-бытовых конфликтах. Вот сколько, по данным МВД, погибло женщин от рук сожителей в результате домашних конфликтов. А вот сколько мужчин по этой же причине за тот же год. Короче, общее число убитых — 1060 человек, из них 756 мужчин и 304 женщины. В 2018-м было убито 253 женщины. То есть, по статистике, количество смертей ежегодно уменьшается. Но в среднем это около 300 женщин в год, а мужчин, что интересно, погибает даже больше. Но об этом все умалчивают. И феминистские их сторонники будут в миллионный раз повторять истории про 14 тысяч погибших женщин в год, про смерть одной женщины домашнего насилия каждые 40 минут. Но справедливости ради уточню, что речь идет конкретно о погибших. Я привел именно эту статистику, потому что именно погибших феминистские кричат. А из жертв, получивших в результате абьюза тяжелые и средние телесные повреждения, женщин действительно заметно больше. Я понимаю, жаль и эти несколько сотен погибших человек, но таковы наши реалии. И все-таки эта цифра сильно отличается от 14 тысяч и от той статистики Медузы, которую нам демонстрирует Варламов. В целом, все это видео достаточно однобокое и грубая пропаганда закона о семейно-бытовых конфликтах. И в этом не было бы ничего плохого, Илья имеет право быть его сторонником. Если бы присутствовали достойные аргументы, если бы позиция озвучивалась громко и открыто, если бы первые 20 минут видео не были бы бессвязным бредом. В итоге мы получили знакомую картину. Все та же вывернутая статистика, когда удобные показатели демонстрируются, а неудобные игнорируются и больше никаких толковых аргументов. Удивительно, но рассуждения Ильи о культурной повестке в отношении мужчин оказались даже интереснее. Естественно, в этом ролике у Ильи тоже есть приглашенные специалисты, настоящие знатоки своего дела. Вот, например, Анатолий Ноготочки. Если вы не знаете, кто это, то у меня плохие новости, вы отстали от жизни. Этот человек, между прочим, автор книги «Новая маскулинность». Что я могу мыться чаще, чем раз в неделю. А что вы мне тут все детство говорили, что мужик должен пахнуть как мужик? Я, конечно, не специалист и даже не гендерный исследователь, но, может быть, в данном случае проблема все-таки не в стереотипах, а в конкретных родителях? Потом его старший брат застукал за тем, что он мажет руки этим увлажняющим кремом, ну и надавали с отцом ему лещей. Ну, проще говоря, они несколько минут занимаются избиением соломенных чучел. Сами какие-то стереотипы изобретают, потом сами же их и разоблачают. Ну что, спасибо большое, защита прав мужчин, которые мы заслужили. По традиционной маскулинности Илья понимает стереотипы о настоящем мужике, мол, он должен быть весь из себя брутальный амбал, выносливый, готовый на все, ни в коем случае не жалующийся на здоровье вообще на что-либо, решающий свои проблемы только сам и не показывающий свои эмоции. В целом, Илья вполне справедливо критикует некоторые подобные постулаты и даже говорит правильные вещи. Более 67% мужчин предпочитают справляться со своими жизненными трудностями сами, а не обращаться к психологу. Все это в конечном счете приводит к серьезным проблемам со здоровьем, психическим расстройством и ранней смерти. Но главная проблема в том, что эта традиционная маскулинность, даже если мы начнем пользоваться этим термином, к традиционным культурам не имеет никакого отношения. Ведь ни в одной культуре никогда не было какого-то стандарта для мужчин. Были сословные общества, и для каждого сословия существовали свои нормы поведения. Например, слово Андреа, которое в античной Греции и означало мужественность, включало в себя также храбрость, взаимовыручку, стремление к знаниям и обучению. Никакого откровенного позиционирования мужчины как расходного материала там не было даже близко. Да и чувства они могли проявлять спокойно. Дисей, например, случается плачет. И это описано не как что-то необычное. Это как раз скорее сейчас мужчин учат держать эмоции в себе, а не во времена какой-то там мифической и традиционной маскулинности. А потом Варламов будет удивляться, почему мужчины чаще умирают от стресса и чаще совершают самоубийства, и в принципе средняя длительность их жизни меньше. В 2019 году по разным причинам умерли почти 300 тысяч мужчин в возрасте от 16 до 59 лет. У женщин этой возрастной категории число смертей достигло 80 тысяч. За 2019 год в России покончили жизнь самоубийством более 10 тысяч мужчин и почти полторы тысячи женщин. Кстати, Максим Кац тоже затронул эту проблему, но скорее с демографической точки зрения. А вот что действительно создает демографическую проблему, так это ситуация с избыточной смертностью. А именно с огромной предевременной смертностью российских мужчин. Но мне больше понравилось, с какой интонацией Кац описывал инициативы, применяемые государством для борьбы с демографическим кризисом. В связи с этим российские власти бесконечно придумывают все новые и новые методы повышения рождаемости. То материнский капитал введут, то аборты попытаются в очередной раз ограничить, то увеличат выплаты по уходу за ребенком. Ну посмотрите на интонацию. Вот реально это государство, какие-то материнские капиталы, там выплаты за ребенка. Ну ужас, просто мрак. В общем, как вы поняли, Варламов и, наверное, Кац видят причинами этой неприятной высокой статистики смертности у мужчин просто какие-то стереотипы традиционные. Давайте же попробуем понять, откуда они их взяли вообще. На самом деле они появились в начале 20 века, в период Первой мировой, когда на Западе активно пропагандировался образ мужчины, как не обремененного умом отчаянного болванчика, готового на все что угодно ради вымышленных идеалов. Мужчинам не было принято жаловаться, возмущаться и потому накал мужской расходности только возрастал. Но во второй половине 20 века некоторые мужчины начали что-то понимать. Этому способствовали выход книги Уоррена Фаррелла «Миф о мужской силе» и «Полых характер» от Вейнингера. Тогда же появились первые движения за права мужчин. И все эти манипуляции по поводу того, что настоящий мужчина вечно что-то кому-то где-то должен, начали работать все хуже и хуже. И вот как раз в противовес этой самой традиционной маскулинности Варламов ставит новую маскулинность, хотя, кстати, правильнее будет сказать новейшую. Она проявляется в том, чтобы не соответствовать и ломать принятые в обществе стереотипы о мужчинах. С одной стороны, Варламов здесь, как мы уже упоминали, говорит вполне разумные вещи. Но с другой, все это у него почему-то перемешивается с тем, чтобы мужчины носили женскую одежду, украсили ногти, губы и так далее. И все это дело сопровождается фотографиями транссексуалов. Но тут получается две крайности, такая ложная дихотомия, о которой нам говорит Варламов. Либо ты тупой, готовый на все мужлан, либо небинарный, женоподобный любитель красить ногти. Но на самом деле, то, о чем говорит Илья, это никакие не традиции против современности, а порождение дегенеративной тенденции 20 века против порождение дегенеративной тенденции 21 века. Вся эта новая маскулинность является ярким следствием сексуальной революции, произошедшей на Западе в 60-х. Из-за нее западное общество подверглось необратимым изменениям, в результате которых были разрушены многие моральные и религиозные постулаты. Стали активно внедряться такие идеи, как разрешение разводов, беспорядочные половые связи, романтизация проституции, распространение порнографии. Все это происходило целенаправленно для изменений в сфере полового поведения и гендерных отношений, отразившихся в итоге на общественном мнении, морали и кодексах поведения. Уже в 70-х появилась целая отрасль экономики, отвечающая за производство и продажу интимных товаров для взрослых, то есть веками являвшаяся сакральная тема, буквально за мгновение превратилась в объект потребления. Стали нормой нетрадиционные формы сексуальных отношений, сменились и гендерные роли, мужчина перестал быть защитником, а женщина классической американской дымохозяйкой, о чем и говорил Илья. Женщины стали получать профессии, которые традиционно считались мужскими, как следствие возразило издвижение феминизма. Среди американцев появились новые формы брака, гражданский брак, триада, групповой брак, обмен партнерами между супругами. Понятие семьи не просто изменилось, оно разрушилось. Только Варламов не углубляется в причинно-следственные связи, по его версии все как будто случилось как-то так, само собой. Ну знаете, как это обычно в истории политики происходит. Никто вроде ничего не делает, а что-то как-то где-то все равно само происходит. Да что говорить, это коснулось даже Советского Союза, ведь естественно, что смена мирового уклада ведет и к смене мировоззрения, и Советы это не обошло стороной. Кстати, о сексуальной революции в СССР Варламов тоже рассказывал в своем ЖЖ. Там он выводит из всего одного упомянутого судебного дела общий сексуальный беспредел коммунистов на местах. А самое интересное в этом посте, это использование им в качестве аргументов цитаты из переписки Троцкого и Ленина, где воспитанный в нормальной традиционной семье Ленин якобы ратует за однополую любовь. И хоть вопросы к мнению Ленина об институте семьи действительно есть, фейковость именно этого его заявления давно доказана. Ведь писем, из которых якобы и взят этот отрывок, нет ни в полном собрании сочинения Ленина, ни в архиве Троцкого. Да из чего вообще им так откровенничать друг с другом в 1911 году, как написано в этой цитате, ведь их яростная борьба длилась уже как год и только накалялась в связи с подготовкой к партийной конференции. Кстати, распространители этого фейка обычно ссылаются на книгу психолога Райха «Сексуальная революция» 1934 года, но Илья Александрович не сделал даже этого. Просто взял и распространил ложную цитату на огромнейшую аудиторию. Хотя, наверное, у него просто не было времени перепроверить. С кем не бывает. Ваше право, конечно, назвать меня консерватором, но дело-то в том, что страны, оказавшиеся под воздействием сексуальной революции, которые освободили себя от каких-либо моральных запретов, сегодня и испытывают проблемы с рождаемостью, большим количеством разводов и ростом числа неполных семей и мужских самоубийств. Илья Варламов в своих видео типа переживает, а что же делать с этими проблемами? Как же так вышло-то? Так Илья, в том числе благодаря вам все это и происходит. Об этом противоречии я и хочу сказать. Я понимаю, что Варламов все-таки борец за демократию, и поэтому ему нужно держать нос по ветру и пропагандировать западные тренды среди русскоговорящего населения, но тогда не нужно удивляться последствиям внедрения этих тенденций. Илья, конечно, может и имеет право и дальше призывать отдавать детей из детдомов в нетрадиционные семьи, призывать мужчин красить ногти и все остальное, о чем я там говорил в видео, но тогда не нужно ждать, что у нас начнет увеличиваться количество счастливых врагов, и демографическая статистика снова начнет радовать. Вы можете сколько угодно не соглашаться со мной, быть бесконечно толерантным, восторгаться смелостью Варламова и Катса, но возрастающая неспособность к совместной жизни, распущенность, упадок родительской любви, утрата понятия семейных ценностей, негативное влияние на психологическое здоровье детей, повсеместное безразличие, дети, с детства погрязшие в порнухе, упадок рождаемости, подростки, теряющие доверие к общественным ценностям и традициям, общий культурный упадок общества, все это будет неизбежно. И у меня нет цели нагнетать или тем более кого-то осуждать. По-моему, появление этих тенденций после снятия все большего количества запретов и табу вполне закономерно, да уже и сейчас данные проблемы видны невооруженным взглядом, а вы уж выводы делайте сами. Разумеется, с моей стороны будет неправильным осуждать рядового зрителя за полное доверие словам Ильи, в том числе и произнесенным в разобранных нами сегодня видео. Поиск неточностей, скрытого смысла и логических противоречий процесс гораздо более сложный, чем просто прослушивание, поэтому люди обычно идут по пути наименьшего сопротивления, тем более, когда есть такие важные факторы, как авторитет автора и убедительность его речи. Этого у Ильи не отнять, будем честны. Очевидно, что для убеждения зрителя в правоте собственной позиции и Варламов, и Кац, и все им подобные используют тотальность воздействия, полностью отметая альтернативные мнения и неподходящие источники информации. Кажется, что это абсолютно гнилой прием, но ведь если им действительно удалось кого-то убедить в правдивости разобранных нами сегодня слов, это не может не вызывать восхищения. Ведь сказать слово или совершить действие, которое бы, несмотря на всю свою абсурдность, показалось бы человеку настолько достоверным, что он теперь будет видеть реальность в другом, в искаженном виде, это великое умение. И я больше чем уверен, что господа Варламов и Кац владеют данным умением в совершенстве. Так же, как и умением сводить любую самую обширную тему к примитивнейшим рассуждениям и стереотипам. Хотя это тоже можно понять, ведь зритель подсознательно тяготеет к простому объяснению сложной проблемы. Поэтому и нужно дать ему возможность потреблять информацию без усилий, без внутренней борьбы и критического анализа. Особенно, если твоя цель заработать на этом зрителе, а не просветить его. Надеюсь, что в наше время все же все меньше людей продолжает верить СМИ, в том числе и блогерам. Об этом свидетельствуют некоторые комментарии под разобранными нами выпусками господина Варламова. И помните, что всегда нужно искать как можно больше разных точек зрения, несмотря на то, что альтернативные мнения, несоответствующие мейнстриму, игнорируются, не воспринимаются всерьез и называются конспирологией. Но тогда вообще исчезнет любая возможность избежать тотальности воздействия, лезущей отовсюду информации. При этом, как профессиональный пропагандист, Илья умеет не просто нагло брать и врать, а использовать в своих видео серую пропаганду. Непрерывную, постоянную ложь в мелочах. Округление, ссылки на непонятные источники, демонстрация только удобных тебе фактов. А если мы будем считать фейком не просто ложные факты, но и любое сокрытие дополнительной информации, которое может повлиять на корректное формирование представления ситуации у зрителей, то тогда Варламов только и делает, что фейкометит. И не стоит забывать, что встроенность блогера или СМИ в определенную систему общественных и политических отношений говорит о неизбежности субъективного взгляда на вопрос. А Илья и Максим, несомненно, имеют определенную позицию. И они имеют на это право, да, и ничего в этом как бы страшного нет. Но в связи с этим, ни о каком журналистском принципе объективности и речи в нашем случае быть не может. Вот, например, Максим Кац советует в одной из своих недавних историй россиянам следить за новостями именно от CNN, а не от российских, там, СМИ каких-то пропагандистских. Того самого CNN, хочу напомнить, который уже давно славится своими антироссийскими фейками. Его журналисты могут подкупить за огромные суммы жителей Центральноафриканской республики и выдать их за свидетелей из верств от ЧВК Вагнер, которого в тех местах даже не было никогда. Хотя даже нет смысла приводить примеры их лжи, ведь старший продюсер этой телекомпании Джон Бонифилд сам объяснил, что врать про русских это чуть ли не официальная редакционная политика CNN и что, например, все материалы про связь экс-президента США Дональда Трампа с Россией являются полной чушью, которая опубликовалась исключительно ради рейтингов. Но Кац, как настоящий непредвзятый журналист, рекомендует именно этот ресурс. Ну и уже привычной незримой нитью в роликах подобных борцов за демократию остается упоминание западных стран. Как спасителей государств и народов, ведь именно благодаря им и происходит выявление и решение неизвестных доселе проблем и продвижение идеи равноправия. Как, например, та же сексуальная революция. Да, эти же страны сами определяют, какое государство является демократичным, какое нет, и в принципе называют демократией и равными правами то, что им самим выгодно. Да, они наделяют себя абсолютным правом устанавливать везде собственный вариант миропорядка и называют мировым злом всех, кто с ними не согласен. Да, ради мира во всем мире и торжества демократии они устраивают провокации, экономические катаклизмы и развязывают войны. Но как бы и что с того? Варламов ведь говорит, что там хорошо, а у нас проблемы какие-то опять. Значит, так и есть. Сегодня, вот, например, мы с вами узнали, что в России выщемляются и женщины, и мужчины. Ну, короче говоря, все. Одно только радует. Наличие в нашей стране таких добрых, смелых и неравнодушных людей, как Илья Варламов и Максим Кац. И ведь они не просто где-то там в интернете ролики снимают, они еще и реальными делами занимаются. А если бы вы знали, сколько всего они делают для благоустройства наших родных российских городов, то... Хотя, впрочем, об этом в другой раз. Все ссылки на информацию по сегодняшней теме я оставил в отдельном документе, ссылка на который находится в описании. Рекомендую ознакомиться. Спасибо за просмотр и не забудьте, если вам понравилось, как-то оценить это видео и подписаться на канал. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok